Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова не потрескаются по низу рам тройное усиление ставки порошковой покраски стремянки гальваника горячий катный швеллер на подрамнике косыночки усиления 60 на 40 основания и точнее поперечные 60 на 40 основания вот смотрите вся вся фанера вся фанера стык все 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 места все проклеивается на герметик по низу вот она шельцевая спрашивают что такое шельцевое вот вот шельцевое то есть когда в машину грузите до чтобы у вас не рвало подвесной вот он подвесной на чтобы не рвало когда машина нагружается когда проседает точнее ось проседает кардан тянет на себя вот и он в этот момент раздвигается и не дает рваться вашему подвесному очень полезная вещь особенно для длинных машин так вот по низу ребят все показала дальше ну открылочки пройдем сюда в хвостовую часть здесь у нас кронштейн запасного колеса с замком под замок ворота тоже как всегда ламинированная фанера фурнитуры push по три петли на сторону задней отбойник наш классический причал для чайников по правой стороне штора сдвижная на роликах пыльник резиновый вот тоже натяжка тента у нас как всегда на высоте ребята просто знают свое дело тентовики также здесь у нас стоит ящик дакен 600 установили гбо четвертого поколения с баллоном 135 литров гбо диджитроник вспоминали их очень сильно пока думали чё с газелью почему я так потряхивает забыли штекер на подоткнуть устроенном квест с головоломкой ну в общем вот с этой стороны тоже вот так все выглядит по ящику конечно но тяжело все закрывается по задней части ну проект проект вообще такой серьезный задумал его чё-то чё в итоге так хотите из этой машины сделать какую картинку вообще что что с ней будет ничего не то ладно не рассказывай я вот смотрю заглядывал в кабину все как есть так и будет тут тут все зашумлено все тут подготовка к какому-то большому обшивки обшивки тюнинг салона кнопка запуска то есть машина старта машина стартует по кнопки да 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 вот это нормально съехал точно денег на ключ и не хватило и мотор самое главное но мотор chrysler стоит у нас вот такой вот chrysler 2 и 4 3 по счету третий подсчет уже менял уже шестой потом четырехлитровый сколько ходят вообще это примерно должен пройти они миллионники или как мы не знаю брат ездил что 100 тысяч отъездил много кто ходит этот мотор кому-то а параз по расходу слушай мы еще не успели померить не успел к ну пока сюда ехали 13 а по грузам потяговитости вообще не ну как бы как он вообще тянет но я больше как ряд и я на нем не как пятый потому что улья ульяна вообще все ругают город на ней не уедешь никуда там не умазать по расходу не могу точно да говорит много у кого там ребят у кого был опыт расскажите нам про этот мотор тоже будет но интересно в комментариях послушать прочувствовать почему срачу счет игры много кто хает хает ну ладно как работает он как шепчет давай стартанем его мне вот очень нравится ровно он прям так заводится с кнопочки там ничего ничего не надо прям не газовать дверь дверь машина ну все равно на газу по большому счету посмотрим да газ вот у нас не железная кровь к патике ну типа типа тепло 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 неплохой вариант наверное так ничего пойдем покажу фургон внутри как у нас там чипа внутри аночки фурнитур пушечка и вот она наша фурнитура уже многие и хвалили всем спасибо тем более имела и в использовании вот все говорят что там классная вообще фурнитура и так 6 колец груз зацепа в пол надо было добавить еще короче по два кольца но тут у нас произошло до небольшого недопонимания неизвестно может быть мы не до предложили это как бы может крыша антилет на роликах вот пришел к 3 доски в ряд тент все вклейки усиления бортовка 40 сантиметров высотой все на герметике все в круг все четко вообще чтобы влагать можно было сухие чистовые грузы возить вот стойка нижнее крепление шпингалет вот он шпингалет сверху она съемная соответственно ролики 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 она не будет ржавой может технологию раз поменяли вставки в порошковой покраски фургону нет но все будет ржавым все будет ржавым сто процентов когда туда но какой-то определенный срок ресурсы туда это должно держаться вот эту стойка да она съемная которая вот это вот верхней поперечно она вот так вот под и снимается чтобы это она именно держит фургон когда крыша открыта в крышу мы только что проверили ну все ее видели ребят сто раз эту крышу на роликах поэтому сейчас уже сейчас уже крыши будут на каретках тем более вот на роликах хватит ребята и планируют открывать там год раз 10 не больше как они говорят в общем вот мы будем надеяться что все таки в костроме ну нормально нормально зарекомендуемся чтоб он понравится всем наша работа краш-тест да на ворота ворота прям жесткие жесткие не шатают не вот я их трясу просто ребята не шатаются не трясутся вот они на каркасе да и она держит я считаю что это тоже вот самое железо лучше но железо на тонюсенькой полмиллиметра на том же каркасе железо ворота она же конечно на 6 миллиметров она толстая нормально держит железо бренчит мне не мне не нравится железный ворот мы от них ушли совсем она брякает вообще то есть но минусов достаточно много ну ладно чё ребят вот так завершаем завершаем этот проект очередной вот андрюхе пожелаем успехов с этим автомобилем и скорейшего завершения его проекта до финальной стадии будем ждать финальное видео в инстаграм отзывы какие-то да ну короче ты мне скинешь на ватсап я все выложу чтобы это какие-нибудь stories были интересные а так все кострома встречай такой зверь возвращается завтра он едет на документы на вписание долго причем пришлось стоять ждала машина с документами было много заморочек то есть тут сначала свин номером у нас была там парами история в итоге все слава богу слава богу вроде урегулировать решалась да я оказался сюда мы всплыли из такой истории вот расскажи да то есть человек купил мосты купил машину пил машину бывшего делец видимо какой-то штраф не заплатил сразу же после того как я ее оформил на следующий месяц мне арест на машину накладывать то есть оформил и спустя месяц как она уже твоя на тебе оформлено и и просто арестовывают причина 400 рублей штраф 400 рублей на предыдущий вам был 500 80 каким-то образом с него списали на 4 нашли на нем 80 рублей откуда-то имущество ионова а все остальное с тебя короче газель твоя значит и платье ну где вот правда да по большому счету российской власти прошло прошел месяц ты уже собственник уже сменился все как как они арест наложили но мы на самом деле уже с этим сталкивались и те кто к нам ребят приезжали смотрят этот видос они по-любому помнят потому что у нас было даже ждали пока вот человек приехал купил машину из краснодара это алексей я его помню и вот он пока ждал он и переоформил мы пока ждут обе недели оформление документов несколько раз у него несколько штрафов на арест всплыла просто от старого собственника тоже там бы разные суммы хотя ну человека машина была абсолютно новая поэтому ребят вот а прикиньте это вот ладно маленький что там серьезные нарушения и он машину продает а потом они приплывают такие письма счастья наверное как ты это судебном порядке наверно да и вопрос времени вот такая тоже история из опыта да права вот про штрафы лучше проверять машину перед покупкой да в этом плане даже после покупки можно ее еще несколько раз перепроверить но обычно проверяем это эти штрафы они появляются именно вот ну они всплывают как грибы после дождя ну все ладно андрюху больше мучить не будем и везде сегодня мучились вечер уже буду буду отпускать все всем удачи на дорогах ребят с вами был александр компании tenbest и андрюха из костромы всем удачи все всем пока кострома встречай